МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как изменились требования заказчиков на создание архитектурных концепций офисов и объектов коммерческой недвижимости за минувшие 10 лет? Десять лет назад довольно редко можно было встретить заказчика, готового действительно потратить серьезные суммы на создание имиджа, на создание среды для своих сотрудников, создание чего-то особенного, чем он будет гордиться наравне с логотипом, достижениями на бирже, показателями годового производства или продажи. Сейчас все больше компаний, которые склонны потратить серьезное время и деньги на дизайн, что нас, как архитекторов, конечно же, радует. Может быть, это связано с тем, что большое количество появляется компаний, связанных с айтишным бизнесом, и средний год сотрудников в них часто далеко ниже 30 лет. Эти люди с внутренней мотивацией, которые готовы проводить чуть ли не всю жизнь внутри офиса, и правильные работодатели, правильные владельцы офиса, сами такие же часто молодые люди, видимо, тонко чувствуют вот это настроение, стараются всячески поддерживать ощущение какого-то особенного сосуществования сотрудников вместе. И в результате получаются очень интересные проекты. Они не только функциональны, профессиональны, они еще и очень средовые, очень образные, эмоциональные. Это все очень интересно. Мы сейчас делаем такой проект, например, для Интерсвязной. Большой проект, видимо, туда отпускаются средства. Но то, что радует, что на стадии тендера нас, так же, как и других, по-моему, 14 компаний предупреждали, что должны быть очень образные решения, современные, молодежные. Мы выиграли этот тендер и такого там напридумывали, что казалось, что заказчик будет отказываться от большей части придумок. Но нет, они строго следуют рабочей документации и вытягивают бюджет. И, в общем, нас это очень радует. Я думаю, что очень зависит от направления фирм. Есть фирмы с традиционным подходом к заказчику. Не думаю, что они подвержены каким-то изменениям. Мы в свое время делали офис Эрнстен Янг, бэк-офис. И нам говорили, что заказчик должен прийти и увидеть, что ни одного рубля, ни одного доллара из наших вознаграждений, из наших гонораров не ушло на наше развлечение, на наше украшение. Поэтому тот интерьер мы даже никогда не фотографировали, смысла не было. Я думаю, что концепция, это бизнес-концепция, она абсолютно честная и правильная. То есть так было принято, и на никаких излишествах. В то же время действительно появляются компании, которые, как я уже сказал, более пристально вниманием уделяют образной составляющей. Часто ли приходится сталкиваться с невозможностью реализации подрядчикам первоначальных планов архитектора? И заказчики, и, в общем-то, молодые архитекторы, и не только молодые, которые избалованы развитием 3D-технологий. И подрядчики, конечно же, не могут успевать за развитием айтишных технологий. Мы можем смотреть и восторгаться аватаром, но нет такого подрядчика, который бы построил такую планету. И, безусловно, мы об этом помним, когда мы проектируем. Мы понимаем, что бы мы ни сделали, нужно параллельно искать, искать, из чего это можно быть сделано. Я имею в виду, что, что бы мы ни придумали, должно быть подкреплено нашими поисками возможности это реализовать. И всегда, когда мы показываем заказчику наши идеи визуализации на стадии визуализации, мы готовимся к его первому же вопросу, а сколько это будет стоить, и кто это сможет сделать. Поэтому мы очень ценим, мы очень дорожим наших подрядчиков и суподрядчиков, которые работают по стеклу, по дереву, по камню, по металлу, и которые нам позволяют сделать стеклянную волну, или впаянное стекло, изображающее лед, или тончайшие огромные подшипники, помогающие нам поворачивать некоторые элементы, или опускающиеся столы на струнах, и так далее. То есть, то, что мы придумывали и потом реализовали, часто физически очень сложный процесс. Значительно проще взять и работать по каталогу, выбрать мебель, шторы, светильники из каталогов, завершить объект, пожать руку заказчику и дальше продолжать работать. Над какими проектами вам больше нравится работать? Жилые проекты, они очень тяжелые, когда включается в кавычках «жена заказчика», то есть человек, который может невероятно сильно давить на архитектора, требовать то, что она увидела в последнем салоне красоты или в СПА, и говорить, что если бы я умел рисовать, я бы сейчас это все сделал. Так как я не умею, вот я вам объясняю, что делать. Ну, с таким невозможно работать, и, в общем, поэтому мы стараемся жилье не так часто делать. Но жилье интересно, чем? Там есть возможность проверить какие-то идеи. Там можно сделать что-то невероятно интересное. Это меньше объемы, меньше деньги, и заказчик готов пойти на риск, а мы готовы в этом месте что-то такое попробовать. И у нас очень много наработок как раз сделано на жилых проектах. Иногда как проект на Шаболовке, Пентхаусе, четырехэтажной. Там идеи, я не знаю, на 20 разных офисов достаточные, и идеи каких-то интересных реализаций. А офисы – это всегда бизнес, это всегда сроки, это арендная оплата, которая может стать двойной, если мы не успеем в срок. То есть там есть совершенно объективные причины, по которым ты не можешь думать больше нескольких дней. Много ли сегодня на рынке недвижимости России работает по-настоящему профессиональных архитектурных компаний? Традиционно привыкли, что наша объемная архитектура, она хуже, чем на Западе. Она редко печатается в профессиональных журналах, тех же западных. К нам приезжают архитектурные звезды. Связано же еще в огромной степени и с заказчиком. Я думаю, что как раз в коммерческой недвижимости это тем более чувствуется. Есть совершенно объективные ситуации. Скажем, если мы говорим о любой недвижимости до, скажем, 3000 квадратных метров, это все-таки ограниченное вложение, единоразовое. И заказчик может позволить себе сказать, вроде бы талантливый архитектор, мне говорили, что он замечательный, я могу пожертвовать этими деньгами, даже если что-то произойдет с моим бизнесом, с политической ситуацией в стране. Ну ничего, я смогу это потянуть. И вы если посмотрите, то как раз в небольшом объеме есть очень интересные решения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...